Лишение прав на полтора года или 15 суток за решеткой. Мировой суд решает судьбу водителя, который сбил школьницу и скрылся с места ДТП. Все случилось вчера в половине восьмого вечера. Ученица девятого класса переходила дорогу по зебре на пересечении Масленникова и Гая. В это время, как зафиксировал видеорегистратор очевидца, девочку сбила машина и даже не притормозив уехала дальше. Благодаря этой видеозаписи полицейским удалось буквально в считанные часы задержать виновника аварии. Был установлен очевидец, у которого все это случилось на глазах. В машине был установлен видеорегистратор. При просмотре видеозаписи на него был установлен марка и цвет автомобиля. Потом с помощью родственных мероприятий установили и водителя данного транспортного средства. Он не сопротивлялся, а данную свою винову признал. Мужчина был освидетельствован, а мужчина был трезвым. Для самого виновника аварии мужчина 65 лет, уверяет он, случившееся стало настоящим шоком. За более чем 30-летний водительский стаж такое произошло впервые. Рассказывает, когда ехал, почувствовал удар, понял, задел кого-то, но с испугу проехал дальше. Потом остановился, пошел пешком на место ДТП и увидел, несколько человек оказывают первую помощь девушке. Постоял, пока не замерз, минут 10-15. Просто уже и сердце давило. А вы не сказали, что это? Нет, я не сказал. А почему испугались? Ну, тут человек 10-12 было, конечно, возмущенных. Я с малодушничал, конечно. Чтобы сдаться полиции самому, горе-водитель даже не успел подумать. Говорит, очень быстро поймали. Девочка сейчас находится в больнице имени Пирогова с различными травмами головы. Первое, что хотел бы, это встретиться с родственниками, побывать у нее. Все, что смогу, смогу, чем могу. Ну, так сложилась жизнь. По данным полиции, водитель 94 раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. А именно, не пропускал пешеходов, выезжал на встречную полосу и проезжал на красный свет. Сегодня суд лишил мужчину водительских прав на полтора года. В зависимости от степени тяжести травм девушки, будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Марина Матвеевична, Григорий Плешаков. События.